я приветствую всех зрителей своего канала сегодня я расскажу как я хранил свои тени для век и как я ими пользуюсь у меня есть вот такой комодик который был сделан индивидуально по моим размерам вручную это резьба и сусальное золото со всех сторон он имеет декор у фабричной мебели такого декора не бывает ручки придумала я сама подобрала они очень похожи на те светильники которые расположены у меня в спальне у меня в спальне светильники сваровский с круглыми кристаллами золотого цвета и такие же ручки на комодике вся остальная мебель имеет декор вот такой вот декор такое золочение и на комодике тоже такое же золочение издалека он выглядит вот так наверху у меня хранятся метеорит и герлен самые последние выпуски лимитки и большая палетка теней и румян от исти лодро где представлены все оттенки этого бренда сами тени у меня находится внизу то есть в ящичках самом нижнем ящике у меня находятся бежевые тени все бежевые палетки находятся здесь я пользуюсь только люксом здесь находится тауповые тени они бежевые переходящие в сиреневый это более холодный оттенок который мне больше подходит чем бежевый здесь находятся сиреневые тени сиреневые все сливы и вы и фиолетовые оттеночки дальше находятся серые тени серебристые и цвет мокрого асфальта в этом ящике здесь находятся зеленые голубые справа зеленые а снизу справа зеленые слева голубые тени палетки и сам верхнем ящике находятся кремовые тени вдалеке находятся кремовые тени по цвету в центре находятся кремовые тени по текстуре и здесь находятся тоже такие светлые оттенки желтого цвета шампанского вот такая вот у меня система хранения я люблю все хранить по цветам чтобы не было возможность быстро найти нужный и необходимый оттенок если мне нужно сделать макияж в сиреневых оттенках тогда я беру вот этот ящик и вытаскиваю у нашего туалетный столик а когда я макияж сделал я этот ящик ставлю обратно так вот вот такая мне организация хранения теней в основном это dior chanel и герлен если вас интересует как я храню другую косметику другую категорию напишите и я вам покажу всем спасибо за внимание пока пока